Здравствуйте, уважаемые коллеги! Не могу не коснуться такой темы, как взаимодействие человека и техники. Даже не говорю о глобальных вещах, проектирования кабин самолетов, космических кораблей, крупных социотехнических систем, буквально в самом бытовом смысле. Что бывает так, что человек, собственно, самый слабый звено в технической системе. У нас есть ограничение по памяти, по скорости приема информации, по объему внимания, а машину-то можно сделать любую, прибор, машину, устройство, у него все касается, может бесконечности равняться, все что угодно. Вот просто, ну давно еще, правда, до эпохи мобильных телефонов, в городе Нижнекамске я был, ну и надо было позвонить в Казань, пошел на переговорный пункт. Вот представьте себе, там на стекле висело такое, ну, объявление, что ли. Уважаемые клиенты, в связи с внедрением новых кассовых аппаратов, время обслуживания каждого клиента увеличилось. Будьте, пожалуйста, терпимы к персоналу. Я подумал, а может быть не надо было внедрять новые кассовые аппараты, если время обслуживания увеличивается. Тоже, ну, достаточно давно уже было. Ну, такая небольшая изберкасса на улице Карла Маркса. Мне пришла, ну, квитанция, что ли, со штрих-кодом, ну, книгу выписал из Москвы, мне надо оплатить эту квитанцию. Ну, время 12.30. В 13 часов в этой изберкассе обед. Ну, полчаса есть, да. Я вхожу в кассу, ну, очередь три человека. Ну, наверное, успеваю за полчаса. Встал, сидит женщина, и мне говорит, вы хотите заплатить? Она просила за мной не занимать. Товарищи, четыре человека в очереди на полчаса. В советские времена, когда мы такой ломаной ручкой заполняли квитанции, это мимутное дело было. А сейчас там штрих-код есть, компьютер стоит. Но пока этот кассир набивает эти 12 нулей, там, в ИНН или в каком-нибудь номере фирмы, там, и в прочих вещах, вот, то есть, получается, внедрили технику, стало хуже. То есть, может быть, и не надо всегда стремиться к техническому прогрессу, или скорее добиваться все-таки, ну, равновешенности человека и техники. В магазине даже карточку сдал, там выписывается, печатается реквитанция, все расписываются, ее хранить три месяца надо. Тоже что-то пока не то. Вот так, чиркнул, у меня на табло сразу, сколько осталось на моей карточке. Вот это будет удобно. А пока что вот, правда, еще одно неудобство есть. Когда вы пользуетесь карточкой, оплачиваете товары, услуги, расходы увеличат от 30%. Когда человек не видит живых денег, он не понимает эти электронные, там, не видит символов, и он больше тратит, чем если бы он расплачивался живыми деньгами. Вот тоже такое неудобство. Хотя это неизбежность, скоро перейдем на электронные платежи все, куда не денешься. Но вот когда мы проектируем что-то, думаем, да, мечтаем о техническом прогрессе, все-таки вот надо помнить, человек очень слабое звено в этой системе. И на него должно быть направлено проектирование, как ему удобнее, а не как удобно налоговой инспекции с кассовым аппаратом, как удобнее там продавцу за пультом, а как удобно покупателю, потребителю. Ну, надеюсь, к этому тоже скоро перейдем. Иногда вот по телевидению смотришь какие-то деловые каналы, ну, так, значит, посмотришь, вот там всякие курсы доллара, иены там, индексову Джонса и прочее, да. Вот ты думаешь, а для кого это показывают? Ну, наверное, есть у нас полпроцента населения, которые действительно там участвуют в биржевых торгах или прочее, может, им действительно интересно. Ну, так просто для солидности, что ли. Знаете, в России индексу Джонса – это стоимость ведра картошки. Сколько она стоит на рынке, да, вот из этого вся экономика исходит. Дорожает, дешевеет. Ни бензин, ни нефть. У нас ведь такая тенденция. Нефть дорожает, у нас бензин дорожает. Нефть дешевеет, у нас бензин все равно дорожает. А вот ведро картошки на рынке – это стабильный показатель. Есть еще такой показатель, который просто на виду. Это расход электроэнергии, если вы можете где-то узнать его, там, посмотреть, ну, сколько это, город расходует, республика. Значит, промышленное производство, если оно падает, кризис в экономике, расход электроэнергии падает. Но это, может, мы не знать, не видеть их счетчиков. А то, что на глазах видно, это вот самолеты в небе, пассажирские, да. Лучшие времена, скажем, в Казани выходишь утром, там небо исполосовано уже. Ну, 4-5 таких следов, еще 2-3 самолета летят, еще на горизонте 5-6 показался. Казань – это была такая точка разворота на одно из аэроузел Казани. Здесь не садились, а просто прилетали дальше. Наши диспетчеры их распределяли потом в Европу, там, на юг, на север. Вот сейчас Казанское небо пустое. Очень мало люди летают самолетом, мало рейсов. И еще вот транспортные такие потоки, ну, фуры. У меня вот дача находится на холме, прямо напротив моста через Свиягу. И вот были времена, когда они прям колоннами шли эти фуры. И вот хочешь обогнать, а невозможно, там их 6-8 идет колонной, и встречная машина, приходится за ними тащиться. Аж в асфальте колеи продавливались перегруженные фуры. Вот это не было кризиса в экономике. Сейчас они достаточно, умеренно проезжают. И не надо мне рассказывать про индекс Доу Джонса, там, всякие выкладки правительства, сайты там с их статистформацией. Это просто видно, как чувствует себя экономика. Ну, еще, знаете, так есть времена, вот, ну, скажем, вот у американцев финансовый год заканчивается 1 октября. Там нужно сдать все долговые декларации, все отчеты и прочее. У нас, когда был 31 декабря, но все равно годовой отчет сдается до 1 апреля. Все равно передвинули, потому что новогодние каникулы. Вот финансовая жизнь, отчасти он замирает где-то числа 20 декабря. Потому что, ну, и все, конечно, банкиры там всякие, все удачливые и успешные. Числа 20-го уезжают в Европу, в Прагу, в Париж, в Берлин, в Лондон. Потому что 25-го католическое Рождество. Потом встречает Новый год, потом наше Рождество, потом старый Новый год. Бывает Курбан-Байрам сюда попадает. И вот числа 15-го, 20-го января они возвращаются, отдохнувшие, с впечатлениями и прочее. Но маленько поиздержались. А он там сыну обещал Феррари купить, дочери там надо платить в университете обучение. Ну и в своем магазине, в своих фирмах они, значит, повышают цены, чтобы быстрее скомпенсировать эти свои рождественские расходы. А потом на экране появляется какой-нибудь Аркадий Дворкович. И начинает там бухтеть про индекс Доу Джонса, про тенденции мирового развития в экономике и прочее. Нет, все гораздо проще. Смотрите на количество фур на шоссе, и все становится ясно. И причина повышения цен – вот рождественские каникулы наших олигархов. И ничего больше. В последнее время и в прессе обсуждается, ну вот лично меня часто спрашивают, как психолога, вот о празднике Хэллоуин, какое отношение? Мое, что ли, да, или нужно это, не нужно? Ну, с одной стороны, как сказать, оно случилось, к сожалению, оно есть. Один публицист даже так написал, ведь мы же проиграли, говорят, идейную битву с Западом. И поэтому нам легко начинают внедрять, применяться, как тоже все привыкли к Дню Святого Валентина. Вообще-то в католической церкви официально нет такого святого, это чисто легенда какая-то народная. У нас ведь тоже есть День Петра и Февронии святых, он как раз у них покровитель брака, семьи, и же королеям памятник стоит даже, и молодожен обязательно, значит, подходят к их памятнику, кладут цветы в время бракосочетания. То есть можно же свое сохранять и делать. А Хэллоуин, ну, чистый сатанизм, когда это он должен учиться у кельтов, как бы это ни забавно было, ни прикольно. Ну, знаете, играть нечистую силу, ну, грех это в конце концов, да. Вот говорят, не поминай черта, да, никогда не говори каких-то вещей, мысли материально, да, и сатана просто слышит, он придет, если его зовешь. А здесь такой совершенно чужой, ненужный, вредный, ну, собственно говоря, ну, вот фильмы ужасов, да, для кого это? Для взрослых, у которых что-то не хватает, там, адреналина, да, но почему-то дети должны это смотреть. Вспомните мультфильмы просто, милые, даже папа Иоанна Павлович Второй покойный, уже поляк был, и уж Россию-то ненавидел, дай Боже, и то он сказал, если хотите, чтобы ваши дети выросли нормальными людьми, пусть они смотрят советские мультфильмы. Советские, с чебурашками, зверюшечками, милым крокодилом Геной, и так далее, еще более старые. А сейчас что? Квадратные штаны, монстры какие-то, всякие ужасы. И что он царапает психику, зрение царапает, а дети это смотрят. И это просто одно из звеньев этой цепи, вот так задавить цивилизационно нашу цивилизацию, которая очень древняя, мощная, которая вообще-то, как говорят по-гречески, катехон, удерживающий этот мир от антихриста. Это задача России, нас не спрашивается. Согласны мы или нет, мы просто катехон, мы удерживаем. И тем более надо цепляться и удерживать свои. Я всегда, вот знаете, у меня есть такая дурная привычка, я когда что-нибудь правительство скажет, вот столько миллиардов выделено, на то-то, на то-то, когда были национальные программы, там доступное жилье, медицина, сельское хозяйство. Я ту сумму разделил на 150 миллионов населения, получил по 500 рублей в год на каждого гражданина России. 500 рублей на доступное жилье, 500 рублей на образование. Интернет платить в течение месяца, или коврик для кровати купить в квартиру, которой нет. И также была как-то, ну, программа развития патриотизма российских граждан, тоже какой-то миллиард или 5 миллиардов, поделил, получилось, насколько сейчас помню, 5 рублей 38 копеек на каждого из нас, чтобы воспитать у нас патриотизм. Ну, там предполагались умные вещи, скажем, делать компьютерные игры на базе русской истории, русских былин. Я так их и не увидел, куда деньги делись, не знаю, но никаких игр. А всякие танчики, всякие монстры, опять же, все это пришло. Стракхи Лоунгресс просто одно из звеньев той цепи, которой он просто огромной массой идет килобайтами через интернет, через диски, через компьютеры. Вот за чем стоит только одно существо, сатана, ничего другого в этом нет. Ну, просто мы сошли с ума, что ли, да, надо опомниться. Ну, вот говорят, свобода слова, свобода слова, но есть, просто надо запрещать. Один из депутатов обратил, что к министру образования запретить хотя бы в школах праздник Хеллоуида. Не можно запретить сходить с ума там где-то в парках, скверах и так далее, но уносить это в школу уже, ну, уже просто нельзя. Тут даже обсуждать нечего. Хорошо, хоть один депутат нашелся, что министр скажет, но вроде тоже с неодобрением он отнесся. Есть умный директор школ, который эту вещь даже не обсуждается, в школе это не будет проходить. Это надо очень серьезно. Знаете, когда идет война, война уже идет против нас, третья мировая, информационная, гибридная, там уже не до свободы слова, надо уже воевать. Был еще давно в Российской империи такой знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевака. Он был действительно самый, наверное, известный, великий адвокат, человек обеспеченный, потому что, скажем, с каких-то магнатов, купцов, богатых людей он драл нещадные гонорары, но в то же время легко мог согласиться бесплатно защищать каких-то людей бедных, неимущих. Он не проиграл ни одного процесса, говорят, такое за ним гордое звание, что ли, ходило. Ну и вот однажды именно богатый какой-то купец пригласил какой-то процесс выиграть. Плевак согласился, назначил гонорар. Процесс он выиграл, купец сам еще обещал не просто хорошо заплатить, но еще и доставить удовольствие. Купец расплатился, все, говорит, ну, за мной еще удовольствие, так, будь готов, завтра утром на тобой заеду, и поедем за удовольствие. Ну, Плевак и приготовился, утром поезжает пролетка, купец приглашает присесть рядом, и они в этой пролетке поехали по Москве. Ну, долго ехали, уже Москва кончается, Москворечья там, какие-то ангары, сараи. Останавливается у какого-то огромного сарая, тут выходит мужичонка, говорит, готово, готово ваше степенство, прошусь, проходите, пожалуйста. Заходит он, значит, в этот ангар, ну, там полки по стенам, огромные помещения, и там стоят всякие, ну, глиняные посуды, кувшины, тарелки там, ну, проченькие, да. Купец берет дубину, вторую дубину дает Плевака, и говорит, а вот теперь, милый, бей все это к чертовой матери. Зачем, спрашивает лучший адвокат России? Говорит, ты давай, начни, я с этого конца, ты с этого. Ты начни, уважь меня, а там потом обсудим. Ну, Плевак и нехотя начинает разбивать кувшины, потом увлекается, и они вдвоем с купцом на перегонки разносят весь сарай в клочья. В конце процедуры купец спрашивает, ну, что, получил удовольствие? Да, говорит, надо признать, получил. То есть это вот такая интересная, хотя и дорогостоящая схема сброса стресса. Человек, это тревожность, особенно у мужчин, ображается в мышечном зажиме напряжения. Человек может сдать экзамен на двойку, да, ну, плохо, конечно, переиздашь, когда-нибудь. Я советую студентам, я тебе двойку, конечно, поставил, ты где живешь, на горках? Вот отсюда, от Парла Маркса до горок, до своей дома, иди пешком и зайди на автобус. Почему? Успокоишься, через ноги у тебя заземлится все эта неприятность, а потом ты подготовишься, все сдашь. И вот то же самое, да, вот что-то разбить, сломать, спорт, пропотеть. Для мужчин уже спотеть, что такое разрушить, сломать, тогда напряжение сбрасывается, выходит. Ну, для купца это было доступно, такое удовольствие, целый сарай посуду разбивать. Ну, Плевакова тоже в этом поучаствовал. Ну, что такое более доступное, да, ну, спорт, прогулки, пропотеть, побыть в одиночестве в парке, поговорить с деревьями. Это тоже очень полезно для того, чтобы сбрасывать напряжение, некоторое незримо, но накапливается каждый день. А так бывает месяцами, неделями человек живет, а то и годами. Ну, когда-то прорвется, не дай бог. Вот нынешняя увлеченность всякими иностранничными и прочими словами, которые совершенно необдуманно вклетаются в наш лексикон, уже становятся привычными, все эти бизнес-ланчи там и прочее, 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 они часто бывают уже не просто там, ну, модное слово стало, оно искажает смысл даже, понятия какие-то. Я сейчас всегда удивляюсь на наших, вот, так называемый, экономический блок правительства, все эти банкиры и прочее. И тогда хочется спросить, ребята, вы вообще экономисты или медики? У них терминология стала медицинской. У них разогрев экономики происходит, снятие банковских тромбов, еще охлаждение чего-то и прочее, прочее, да. Инфляция. Под инфляцией стали не понимать, понимаете, повышение цен. Я просил, инфляция – это превышение денежной массы над товарной. Инфляция вообще вздутие означает по лотерии, вздутие. А я уже сейчас читаю такие термины, как инфляция цен, инфляция зарплат. Ну, видите, рост тогда, повышение, понижение. Инфляция – превышение денежной массы над товарной. Нас так учили. А раз слово уже искажает свой смысл, можно любую туфту впаривать в мозге. И вот то же самое в экономике, в политике стали появляться такие слова, да, как, допустим, вот, толерантность. Толерантность – это медицинский термин. Это привыкание организма к ядам. То есть вот это вот, да. Или привыкание к каким-то внешним вредным воздействиям. Человек как бы приспосабливается или начинает терять свой иммунитет и прочее, да. Коррупция. Коррупция – медицинский термин. Распад органических связей. То есть, ну, гния не трупа. Это коррупция. Коррупция, как говорится, в финансовой сфере, в политике, в экономике. А почему по-русски не говорить? Будет более понятно. Коррупция, по-русски, это маздоимство и казнократство. Два слова. Маздоимство – мзду брать. Ну, практически любой человек, в общем, этим заниматься на своем рабочем месте, да. Врач может с пациентов тянуть, преподаватель со студентов. Ну, доступно, да. Некрасиво, преступно. А вот чтобы казнократством заниматься, казну красть, надо занимать уже достаточно высокую должность. И там уже действительно воруются миллиардами или миллионами и ничего. Поэтому здесь вот это вот как-то понятнее становится. А то сейчас у нас бывает… Вот человек ложится на операцию, да. Ему уже вводят наркоз. И вот он у последнего мысли перед наркозом – «Господи, если все будет хорошо, я этого врача отблагодарю». Он перед Богом поклялся. Врач же не ставим условий. Заплати, я тебя прооприрую. Он блестяще делает операцию, все, больной выздоравливает. Ну, и приходит. Ну, кто с конвертом, кто просто бутылочку коньячка принесет. И врач уже коррупционер. И уголовные дела уже были по этому поводу. Он же не ставил условия. Ну, просто благодарность пациента. И вот на этом многие гордятся. Уголовные дела заводятся, отчеты пишутся. А кто-то настоящий казнократ там, ого, где. Миллиард стырит и ничего. Свой человек. Так что, вообще-то, лучше говорить слова по-русски и правильно. Тогда будет многое понятнее. Вы знаете, нынешняя мода вводить в русский язык, самые, значит, интересные термины, западные, модные, бизнес-ланчи всякие и прочие-прочие вещи. Ну, может, так, не так уж страшно в бытовой среде, хотя часто тоже совершенно искаженно их понимают, не туда оставляют. Но есть именно серьезные вещи, как политика, экономика, прочие дела, где вот эти слова, ну, они просто неправильно понимаются, представляются как-то иначе. Когда смотрю на наш, так называемый, экономический блок правительства, каких-то там больших экономистов, да, хочется спросить, ребят, вы врачи или экономисты все-таки? У них медицинская терминология кругом. Они снимают банковские тромбы, они разогревают или охлаждают чего-то там и прочие-прочие вещи. Медицина сплошная. Или когда инфляция, да, инфляция по-латы не значит вздутие. Инфляция, как нас учили, это превышение денежной массы над товарной. Она может происходить по разным причинам. Такой неограниченный контролируем просто эмиссией денег, да, или профсоюзы сильные, которые удержат высокий уровень зарплат, а производительность труда не такая высокая. Это уже будет инфляция. Просто снижение производства каким-то причинам. Значит, товаров меньше, а деньги такие же, инфляция. Но сейчас уже читаю такие странные термины. Инфляция зарплат, инфляция цен. Вздутие, что ли? Мы говорили рост цен, рост зарплат или снижение зарплат. Все же было по-русски. Вот, но еще интереснее, да, латинские эти слова совершенно из других сфер включают, опять же, в политику и экономику. Толерантность, например. Толерантность, медицинский термин, привыкание организму к ядам. Или привыкание к ядам к каким-то внешним вредным воздействиям, терять свой иммунитет и прочее. В средние века дворяне начинали свой день с того, что лизали кусок мышьяка. Ядовитое вещество. Они приучали организму к ядам, чтобы не отравили где-нибудь там на перу, подлив бокал что-нибудь. Вот. Или коррупция. Коррупция – это гниение трупа. Исходный значение термин – распад органических связей. Термин медицинский. У нас стали включать его в экономику, да, или в политику. Но, давайте по-русски произнесем. Коррупция – это мздоимство по-русски, либо казнократство. Мздоимство – брать мзду, взятки. Но этим почти любой человек может заниматься на своем рабочем месте. Вот продавца, врача там и так далее. Ну, прям преподаватель может тянуть со студентов, врач с пациентов там, да, продавец тоже что-нибудь такое. А вот чтобы казнократством заниматься, красть казну, надо быть на высокой должности. И там гораздо большей суммой свистят мимо кармана государства, в карманах лидерных товарищей. А у нас коррупция. То есть человек ложится на операцию, ему уже дают наркоз. И вот последняя мысль – господи, если только все будет хорошо, я этого врача отблагодарю. Он перед богом поклялся. Все хорошо, врач блестяще прооперировал, условий никаких не ставил, плановая операция. Но потом больной, уже бывший больной, приходит. Ну, кто с конвертиком, да, кто с бутылочкой к коньячку. Ну, он поклялся, что надо врача отблагодарить всего лишь. А врач сразу коррупционер. И уже уголовные дела, и даже люди сидят в реальные сроки. Вот такой мелочи. А вот казнокрады, которые, знаете ли, миллиардами отводят шлюзу в сторону, ну, как бы так ни при чем, свои люди. Безобразие это так нельзя. Может, еще из школы помните такую фамилию Блес Паскаль, французский физик. Ну, он был только физик, философ. В те времена, в общем-то, ученые были многогранными. Вот он еще сказал, по-моему, о мыслящем тростнике. Так вот, он сказал так однажды. Границы мира нигде. Нет границ мира. А центр его везде. Каждый из нас – это центр мира. Я, и вы, и все мы, которые здесь незримо присутствуют. Мы – центр мира. Давайте этим гордиться и помнить об этом. А от центра зависит все остальное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин